Приветствую вас, давайте мы с вами сейчас попробуем вам немножечко помочь. Скажите, пожалуйста, почему вы замкнулись вот в себе? Да, то есть к чему произошла такая ситуация, что вы в себе замкнулись, то есть вот с чем это связано? Расстались с парнем, понятно, не зашлись взглядами, не зашлись с ценностями, не зашлись, значит, ну, не зашлись с характерами. Бывает такое? Бывает такое. В чем проблема? Это принять, да, в чем проблема? А принять проблема в том, что вы принимаете, во-первых, это на свой счет, да, и во-вторых, вы нуждаетесь в человеке. То есть вы нуждаетесь в, ну, например, в мужчину, да, вы в нем нуждаетесь. Вы хотите быть с ним. То есть у вас к нему чувства, да, не такого плана, что вам он для чего-то нужен, вот. Вы в нем нуждаетесь, он вам для чего-то нужен, а вы хотите, чтобы он был с вами, вот, потому что вам это что? Вам это что-то дает. Правильно? Вот. Скорее всего, именно так. Вам это что-то дает. Вот. Соответственно, нужно постараться понять, что именно вам это дает. Подумайте, как вы себя чувствовали с младым человеком. Подумайте, какие были у вас ощущения, какие у вас были чувства. Опять же. какие у вас были поведенческие реакции и так далее. То есть попробуйте вот этот момент для себя определить. Попробуйте его увидеть. Сочувствовать. И подумайте, пожалуйста, а вообще-то говоря, это имеет отношение к любви? И что такое любовь, по-вашему мнению? Тоже довольно важный момент. Тоже довольно важный аспект. Если мы хотим понять, что и как с вами происходит. Далее. Подумайте о том, как именно вы стали о себе думать. Просто вот, как вы стали о себе думать. Теперь. Думаете ли вы о себе лучше, хуже? Если да, то почему? Как? Вот. То есть вот, попробуйте эти моменты для себя прояснить. Попробуйте эти моменты для себя увидеть. Попробуйте. просто подумать об этом. Чего вы хотели бы, например, для, ну допустим, допустим, для своего мужчины. Вот вы говорите, что вы замкнулись в себе. Окей. Понятно. Когда вы замкнулись в себе, это не есть хорошо. Ну а молодому человеку, что вы желаете для него, для молодого человека, что бы вы хотели? Подумайте. Вот это первое, с чего нужно начать вам. Это первое, с чего стоит вам начать свой путь. Своё движение, если угодно, да. Вперёд по этой вот самой дорожке восстановления. Если там что-то непонятно, если что-то кажется странным, если что-то вообще кажется вам ужасным, в конце концов, да. Да, вот, ну, бывает такая ситуация, что, там, знаете, какие-то моменты кажутся вообще просто, ну, невероятно. Невероятно ужасными. Вот. Всё это, опять же, всё это можно разобрать при необходимости. Главное, чтобы у вас было для этого что? Желание. Чтобы вы хотели. Чтобы вы работали. Вот. И всё. Ну, вполне возможно, что вам нужно порегрессировать немножко. То есть это, в принципе, тоже нормально. Не отказывайте себе в этом, это нужно. Иногда порегрессировать нужно немного. Вот. Но не заигрывайтесь в это. Всё затягивайте. И когда вы почувствуете, а вы обязательно почувствуете, что, как бы, ну, что вам это больше уже не нужно. Что вам это уже не надо, что вам это уже тяжело. Вот. Вот тогда, я думаю, можно будет начинать что-то делать. Вы не написали здесь. Так. Сколько. Когда вы разошлись с парнем. Вы не написали здесь, сколько времени вы с ним. не вместе. Уже. И сколько времени, соответственно, вы замкнулись в себе, как вы говорите. Вот. Но, тем не менее, я думаю, я думаю, что в любом, абсолютно в любом случае, вот, что бы там ни было, в первое время, дайте себе, в одно место, дайте себе, ну, вот, вот, лазейку, да, можно сказать, этот уход в мир сериалов, где вы сейчас, для того, чтобы, может быть, выжить, для того, чтобы, может быть, как-то вот лучше себя чувствовать, да, то есть, постарайтесь. Не думайте сейчас ни о чем таком, по самом деле. Да, не нужно. Наша задача сейчас отдохнуть, привести свои мысли в порядок, вот, и, в принципе, все. Больше ничего не надо. По крайней мере, пока. Ну, а там дальше будет виднее. Там дальше время покажет. Вот. Не терапитесь. На этом все. Надеюсь, что кому к вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, буду рад вам помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.